Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 7 апреля По одному из древних календарей у славян в этот период Начинается или уже идет в соответствии с календаром День Митры Спасителя По народному месяцу слову Благовещение, третья встреча весны На Благовещении солнце на восходе играет, переливаясь всеми цветами радуги Говорят, сама Богоматерь засевает в этот день с небесной высоты нивы земные Разбрасывая из золотой кошницы зерна и семена всех былинок травинок На земле растущих Лишь к вечеру закончит она свою благую работу А потом начинается по всей Руси великая пахота Но пока трудится Богоматерь Никому, ни людям, ни птицам, ни гадам земным, ни зверям лесным Нельзя выполнять даже самую, казалось бы, пустяковую работу Считается, что кукушка зато без гнезда осталась Что на Благовещение пыталась его завивать Да и крот поплатился запрета ослушавшись Поэтому в этот день птица гнезда не вьет Красная девица косы не плетет По многовековой традиции Благовещение считалось днем открытия земли Пробуждение ее от зимнего сна Когда и медведь из берлоги на белый свет поглядеть выходит И зверье помельче Мыши, лягушки, змеи На Благовещение принято было совершать очистительные обряды Которые помогали с хворобой справиться Для этого окуривали дымом зимнюю одежду Умывали сталой водой Жгли старую солому из матрасов Прыгали через костер Кстати, Благовещенские костры считались одним из лучших и действенных средств Защищающих от болезней, порчи и сглаза Одно из названий этого дня – третья, последняя в наступившем году Встреча весны И теперь ее отмечают уже по церковному календарю В старину люди, радуясь приходу весны Отпускали на Благовещение из клеток птиц Купленных заранее у многочисленных торговцев на волю В этот день примечали погоду Ежели на Благовещение ночь теплая, весна будет дружная Небо безоблачное, лету быть грозовому, но зато пшеница уродится Дождь – хороший урожай грибов предвещает, а морозец огурцы сулит Гроза – к урожаю орехов, а ини и туман – яровые уродятся Ветер холодный, лето будет холодное, а теплый – и лето будет теплое И добавляли Благовещение прошло, гляди, гром будет греметь Знахари в этот день обжигали в печи соль, с которой они потом пекли бяшки Небольшие булочки Выпечка с такой солью наделялась целительной силой И использовалась, как правило, в исцелении скотины А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается Или уже идет в соответствии с календы даром день Митры Спасителя Почитают бога Митру, который спас рода рассенов и святорусов от засухи Даровал им воду и пищу и указал, каким родам в какие земли цветущие переселиться За то, что Митра Спас Рада, силы мрака приковали его цепями к горам кавказским И посылали диких птиц клевать плоть его Митра три дня находился между жизнью и смертью Из родов святорусов была избрана дружина из тридевяти, то есть из двадцати семи, наилучших воинов Которую возглавила жрица-воительница Астара Она привела воинов к месту мучения Митры, где и были разбиты силы мрака Освободила от оков Митру, оживила его силой своей любви После чего на огненной божественной колеснице поднялась с ним в небеса С той поры многие рода Южной Скифии почитали Астару как богиню высшей спасительной любви и возрождения Слава предкам нашим, помогающим нам идти по жизни, развивая дух и души наши Братья-месяцы